Основным организатором профессионального конкурса психологов стала Федерация психологов образования России. Помимо выбора лучших специалистов в этой области, здесь проходили научно-практические конференции, круглые столы и мастер-классы. Школьные психологи говорили о сопровождении детей в условиях новой школы, о помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Затронули тему сохранения и укрепления профессионального здоровья педагогов. Конкурс является вообще кузницей кадров, которые потом несут свое знание, свой опыт во все регионы нашей большой страны. Мало того, в рамках нашего конкурса еще проходит конкурс психологопедагогических программ «Новые технологии для новой школы». И лучшие программы у нас в этом году, 43 лауреата, лучшие программы у нас тиражируются. Сочинец Роман Амельченко подготовил на конкурс тему «Умение читать инструкцию и не поддаться влиянию внешней среды». Это применимо и к инструкции к экзамену ЕГЭ, и к инструкции бытовой техники. Сам автор говорит, что часто сегодня люди не обращают внимания на сопроводительные материалы, а это может привести к ошибке. Конкурс – это практическая программа для повышения профессионального уровня российских психологов. Я узнал много новых методик. Я узнал, что один психолог в школе не воин. Его должны поддерживать и подбадривать учителя, администрация школы. Ну а здесь я подчеркнул для себя много интересного, важного, что-то взял себе в копилку, с кем-то поделился своими наработками. Сочинец Роман Амельченко вошел в десятку сильнейших педагогов-психологов страны. Лучший из них определится 30 октября в Москве.